Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 19 июня 2017 года, понедельник. Понедельник день тяжелый. И сегодня, пока новостная лента развивается своим чередом, я предлагаю поговорить о юных видеоблогерах. В связи с тем, что несколько недель назад мы сделали в нашей программе объявление, связанное с тем, что после выступления Саши Спилберг в Государственной Думе, когда общество внезапно обнаружило наличие спикеров с многомиллионной аудиторией в возрасте до 18 лет, которые иногда по своей аудитории, по объемам и по рекламным показателям, и, как следствие, по бюджетам рекламным, которые они осваивают на своих канальчиках на Ютубе, это целое явление, которое и по рекламным показателям в том числе превышает показатели, например, федеральных каналов на том же Ютубе. Так вот, мы сделали объявление в связи с тем, что этих ютуберов, миллионников, примерно 125 человек, если вбить в Гугли этот список, и они все, в общем-то, конечно, живут на материке в центральных регионах, прежде всего в городах-миллионниках, Москва, Петербург, Екатеринбург, и ютуберов в Крыму достаточно мало, причем прежде всего молодежная аудитория. В чем основная проблема? Дело в том, что, ну вот мне 50 лет, я вещаю в программе «Информационная война», и у меня сложилась определенная целевая аудитория, которая меня слушает. Это возраст 35+, да, есть отклонения и моложе, есть даже блогеры, которые меня слушают, которым по 18-20, но их очень мало. А основная целевая – это с ядром в 40 лет. И получается ситуация, что мы-то, в общем-то, свое информационное поле 40-летних там и старше создаем, а вот все, что происходит у детей, у юношества, да, особенно у тех людей, которые еще не имеют избирательного права, мы вообще ничего не знаем, и для того, чтобы узнать и уметь им мочь управлять, да, и влиять каким-то образом на эту аудиторию, возникает вопрос, а зачем на нее влиять? Да за тем, что мы с вами теряем управление в этой аудитории, дети непрекаянно, они не имеют профессии, они сидят в гаджетах, играют в игрушки, бессмысленные и бесполезные, которые не дают ни душе, ни сердцу никакого развития, ну, кроме, может быть, реакции на мышке там или на планшете, и в результате получаем инфантильных 20-летних мальчиков, которые даже в армию идут так нехотя, которые не имеют профессии, не могут создать семьи, и в конце концов, даже если вспомнить прямую линию президента, да, это тоже оказывает влияние на рождаемость. Наша страна колоссальная, у нас 146 миллионов населения, да, а Япония, которая по сравнению с Россией ничего, да, там 110 миллионов населения, и представляете себе, что означает удержать такую территорию, когда у нас густонаселенное и достаточно агрессивное окружение, которое спит и видит, как бы наши территории, собственно говоря, себе-то прикупить или призавоевать. Нам нужны люди, которые способны будут удержать эту территорию. И вот весь этот комплекс вопросов, казалось бы, зачем молодые видеоблогеры? Он упирается в вопросы государственной политики, государственной безопасности и государственной стратегии. Именно поэтому мы объявили конкурс, ну не конкурс, а призыв блогеров, чтобы постучались во все возможные в комментариях, на почты, во все контакты, которые есть на наших выпусках нашей программы, на сайте телерадиокомпании Крым, на наших каналах на Ютубе, для того, чтобы мы с вами познакомились и, в общем-то говоря, немножечко вас подвели к тому, что можно было бы сделать. Во-первых, в связи с тем, что топовые видеоблогеры с миллионной аудиторией зарабатывают деньги на своей деятельности, это, во-первых, тоже стимул. Некоторые блогеры, у которых даже нет миллиона, там, ну, каждый ролик, там, примерно по 100 тысяч просмотров, там, по разным подсчетам, я вам скажу, в среднем 40, 50, 60 тысяч рублей они получают только от партнерки Гугла. Это без коммерческой деятельности. Я просто вот рассказываю основные базовые маркеры, о чем идет речь, о какой деятельности идет речь. Эти люди, которые ведут такие блоги, они, конечно же, рассказывают не просто о себе, не от себя, а они имеют профессию, они имеют специализацию. То есть, например, такие топовые блогеры, очень просто, да, такой есть блог, SM Films, да, там, ты видеограф, я уже перечислял отдельные из них. Это люди, которые занимаются определенной профессией, ее любят, и в своих блогах рассказывают о секретах этой профессии. При этом это делают с точки зрения человека, который находится в том или ином возрасте. Я назвал пару блогов людям, у которых там 27-25 лет, но эта аудитория для нас тоже очень важна, тоже очень ценно. У нас на самом деле инфантилизация и неприспособленность жизни касается не только 18-летних. У 18-летних она только начинается и еще не является такой острой. У нас огромное количество мальчиков и девочек в возрасте 23-24 года не имеют интересов, работы, стремлений, бесцельная жизнь. И вот чтобы управить вот в этой аудитории и немножечко отстроиться от топовых блогеров, которые, хочу обратить внимание, некоторые из них являются людьми, которые или рождены, или выросли в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, в Японии. А потом со своим багажом, со сложившимся взглядами на жизнь, они уже были перевезены на территорию Российской Федерации. Хорошо говорят, с ними поработали ораторы, с ними поработали ритеры, косметологи, костюмеры и так далее. Вокруг них сформировался продакшен, и таким образом на них работает целая машина. Так вот, чтобы создать у нас в Крыму хотя бы 10 топовых блогеров, которые смогут, во-первых, решить задачу представления Крыма в интернете, представления Крыма в Ютубе, мы призвали блогеров, либо людей, которые за словом в карман не лезут, которые в школе занимались художественной самодеятельностью, ходили в театральные кружки, студии, занимались декламированием стихов, которые просто говорящие, но при этом еще никогда не занимавшиеся блогерством. Мы позвали их проявиться, отписаться нам для того, чтобы мы помогли им, скорректировали их мысли и деятельность в этом направлении. Потому что к нам уже постучали отдельные люди, причем не только из Крыма, из Краснодарского края, из Донецкой Народной Республики, из Приднестровья. И эти люди, у них, в общем-то, один вопрос. Говорить они умеют, темы для них большой вопрос. О чем говорить? Профессии, ну да, может быть, это интересно, но у людей есть определенная, знаете, юношеская неуверенность. А как это будет воспринято с той стороны? И вот в этом смысле наша помощь, она может оказаться достаточно конструктивной и полезной, потому что мы, как ни крути, являемся научно-исследовательским подразделением, которое занимается исследованиями в этой области. И мы даем рекомендации разным людям с точки зрения, что за человек, какой темп речи, какая специализация, куда нужно повернуть руль его корабля. И как сделать так, чтобы блок работал, развивался, и, например, уже к концу 2017 года вы вышли бы на показатели, например, 50 тысяч подписчиков, 40 тысяч подписчиков. Это уже серьезный объем вещания, это серьезный объем аудитории, после которой вы становитесь средством массовой информации. А нам, как информационному органу, очень важно, чтобы мы вещали не только 50-летние, а чтобы у нас была целая плеяда блогеров, которые могли бы влиять на информационную картинку общества и, прежде всего, на молодежную ее составляющую. Так вот, я еще раз хочу пройтись по темам, которые интересуют и Крым, интересуют общество, интересуют аудиторию. Если посмотреть на топовых этих миллионных блогеров, которых больше 100, в основном они вещают по нескольким таким устоявшимся и достаточно, ну, я их называю туповатым направлением. То есть некоторые мальчики там в основном вещают в отношениях игр компьютерных, там, Counter-Strike, Doom, Танчики и так далее, и так далее. Они делают разборы этих игр. И, в общем-то, это для их аудитории является интересным, но болото, которое для людей более старшего возраста вообще непонятно. Кстати, я хочу сказать, что через эти блоги подсаживаются всевозможные ментальные вирусы, отношения к взрослым, к ювеналке, к разным другим вещам. То есть эти блогеры тоже используются в качестве инструмента доставки определенной специфической управленческой информации. Есть блогеры и блогерши, которые, в общем-то, вещают в основном о разных формах жизни, разных стилях жизни. Это косметика, это как себя вести, как вести себя с мальчиками, как ходить в клубы и так далее, и так далее. Это вот стили поведения человека в обществе. Я бы этот назвал раздел как развлечения, как поиски там позитива, либо выделение, да, вот блогер вещает, и люди получают от этого удовольствие. А вот такие блогеры тоже нужны, особенно с точки зрения Крыма. Вот представьте себе, что в какой-то момент времени у нас появится 3-4-5 блогеров в возрасте 16-17-18-20 лет, которые, например, на себя возьмут труд показывать молодежную жизнь города Симферополя или города Севастополя, которые будут специализироваться на клубных вещах, да, которые будут делать репортажики со стедикамами, там, ночные съемки. Это, в принципе, вещь сразу по умолчанию всем интересна, особенно если это связано с ивент-туризмом в Крыму, а это целая индустрия, я хочу сказать. И вот если такие блогеры появятся, то они сразу вольются в туристическую индустрию нашей республики, и они сразу смогут стать экспертами, операторами и людьми, мнение которых будет цениться, потому что экспертов по тем или иным рынкам не так уж и много, их можно по пальцам пересчитать. И получается, что если человек в этой среде варится, и он там что-то понимает, то ему остается только, в общем-то, решить технический вопрос, открыть себе почту в Гугле, да, завести канал на Ютьюбе и начать работать. Зачем нужны мы? Любой человек, который откроет канал на Ютьюбе, он потратит примерно 3-5 лет для того, чтобы в таком вялотекущем режиме раскачать свой канал и приобрести аудиторию. Там определенные есть технологии расширения аудитории. Некоторые блогеры говорят, за неделю достигают миллионной отметки подписчиков, но для этого нужно плечо. Для этого нужны специалисты по интернету, для этого нужны специалисты по Ютьюбу и так далее. И в этом смысле, конечно же, можно и самому это всему научиться, но для того, чтобы упростить жизнь и чтобы вы могли сосредоточиться непосредственно на качестве контента, мы вам и нужны. Мы хотим помочь молодежи Крыма, и не только Крыма, особенно тем людям, которые исповедуют патриотические взгляды, которые бывали на 35-й батарее, которые чувствуют, кто они, откуда они вышли и куда они идут, а этих людей в интернете чрезвычайно мало. Мы хотим помочь им наладить дорожку, смазать им дорожку, для того, чтобы их голос в информационном поле зазвучал громче, потому что на сегодняшний день в основном звучит достаточно, знаете, мещанская такая потребительская желудочная философия, а что мне за это будет, взрослые отойдите подальше, вы нам всем мешаете, я никому ничего не должен и так далее, и так далее, и так далее. При этом эти люди, которые выходят на всевозможные шествия Навального, и в принципе используются как пушечное мясо по развалу этой страны, это есть еще и угроза национальной безопасности, с которой тоже нужно что-то делать. И одними заками, одними посадками и арестами эту проблему не решить, потому что молодежь, она так устроена, что если она испытывает в каком-то движении сопротивление, то она еще больше ожесточается в этом направлении. Нужны спикеры этой возрастной аудитории, которые смогут на равных вещать, точно так же, как топовые блогеры, приехавшие из Соединенных Штатов Америки, из Кипра, из Японии, и за которыми стоят агентства, которые с ними работают с точки зрения грима, риторики, ораторского дела, съемки, света, монтажа и контента, сценариев непосредственно. Нам нужно создать группу крымских блогеров, которые хотя бы поначалу не будут ставить таких глобальных задач, а займутся, например, продвижением туристических продуктов. У нас в Крыму есть, есть что продавать. У нас в Крыму есть проблема, связанная с тем, что транспортная доставка сюда, она стоит дороже, чем в отдельные курорты других стран. И это связано с очень длинным списком причин, но для того, чтобы привлекательность республики стала повыше, нужно рекламировать, нужно показывать, что такое реклама. Это показать, чтобы человек вчувствовался, примерил на себя и сказал, мне это интересно, и сюда приехал. У нас есть несколько уникальных преимуществ туристических, которые связаны прежде всего с историей Крыма. Это объекты, достопримечательности, куда проходят экскурсии. И очень многие россияне за прошедшие 25 лет, пока Крым не был в составе Российской Федерации, об этом и не знали. Особенно те, которые родились в конце 80-х, в начале 90-х. То есть, в принципе, ваши сверстники. Вот для этих сверстников нужно показать, что такое Воронцовский дворец, нужно показать, что такое Левадия, нужно показать наши водопады, пещеры. И вот весь этот объем работы, который, ну, как бы вроде туристические агентства делают, ролики какие-то есть, они все имеют направленность, знаете, вот эту сдачу в наем жилья, но при этом не имеют вот этого составляющей молодежной и культурологической. То есть, если 17-летний блогер запишет 10-минутный блог в свое путешествие, экскурсию по Воронцовскому дворцу, и это будет сделано технически грамотно, интересно, и стебно, и с юмором, да, и может быть там с каким-то острым словцом, и это будет крымский производитель, то я вам скажу, что такой продукт просто в воздухе висит, он требуется, а его некому делать. Ну, потому что ни министр туризма, ни какой-нибудь телевизионщик лысый и старый этого сделать не смогут для того, чтобы влиять на молодежную аудиторию. Вот есть такой спрос. Кроме того, что у нас есть шикарные объекты достопримечательностей, которых нет, например, у курортов Краснодарского края, мы древнее, да, по многим параметрам, у нас есть что показать. У нас есть такая особенность туристическая, которую мало кто знает, вот жители Крыма, да, вот чем мы отличаемся от курортов Краснодарского края, кроме того, что там была Сочинская Олимпиада, и тут туда валили бабла, так, немерено, а за 10 лет там отстроились рестораны и кафе, так, через каждые 10 метров, да. У нас есть особенность климатическая, которая называется сухой морской климат. Вот там вот влажный морской климат, а у нас сухой. Что это означает? Это означает, что у нас здесь очень востребованы медицинские программы для людей, страдающих болезнями органов верхних дыхательных путей. Это очень актуально, например, для жителей металлургических заводов, Челябинска, да, Ижевска, да, городов, например, Урала, где очень много предприятий тяжелой промышленности и так далее, и так далее. То есть промышленные центры, города-миллионники, это города, где есть деньги, где люди, в общем-то, с достатком, они сюда могут приехать и решить сразу несколько задач. Они могут развлечься, они могут приобрести, ну, окунуться в то же море, да, пляжный туризм, ради чего сюда все едут. Но и с другой стороны, решить вопросы оздоровления своих детей, которые очень часто страдают болезнями органов верхних дыхательных путей. И это в корне отличает курорты южного берега Крыма, например, от курортов Краснодарского края. Но об этом рассказать можно, конечно, в специализированных туристических буклетах для пап и мам, в туристических компаниях. Но если об этом будет рассказано на вот этом молодежном этаже, это совсем другой калинкор. И такие блогеры тоже нужны. Нужны блогеры, которые занимаются литературой. Нужны блогеры, которые снимают, пишут песни, снимают видеоклипы, как это делают знаменитые Курт Шнайдер, например, из Соединенных Штатов Америки, Боис Авеню. Это тоже блогеры, это музыканты, которые пишут песни, которые пишут музыку и снимают на цифровые фотоаппараты свои видеоклипы. Причем снимают их на уровне, я не знаю, крупнейших продакшенов, которые ведут топовых звезд. Это все можно делать. А поскольку мы завод по производству контента, мы тоже можем подставить в этом смысле плечо. То есть мы испытываем потребность в ютуберах, блогерах, прежде всего крымских, но и из других регионов, которые бы вместе с нами могли бы решить свой вопрос, о чем вещать, тематику, энергетику, подачу. И, собственно говоря, иметь советников, иметь плечо, с которым можно посоветоваться, как походить в этом вопросе, как походить в этом, как походить в этом. Очень важно в данном смысле, конечно же, общая философия и общий порядок подачи информации. Очень всем советую посмотреть на блог, который называется SM Films, там Артур Вишневский, владелец и молодой парень, в общем-то тоже порядок возраст лет 20. Он директор и управитель молодежного продакшена, они снимают кино. И, в общем-то, он рассказывает о секретах производства. Производство съемки, постпродакшена, звука, покраски и так далее. Вот как выглядит этот спикер, молодой человек, и как он подает. Это очень хорошая школа с точки зрения энергетики. Позитив, степ, юмор, весело, да, и при этом достаточно дробный монтаж. Вот для блогеров это очень важно. И я бы советовал всем людям, которые будут делать специализированные профессиональные блоги, не просто рассказывать о себе, о своих впечатлениях жизни, какую книжку прочитал, какой фильм сходил. Это тоже важно, это тоже интересно, но все-таки ваша профессия – это основной паровоз, на который мы можем насадить все остальное. Вот Артура Вишневского всем предлагаю посмотреть с точки зрения энергетики. Очень позитивный молодой человек. Ну и в конце этой программы, которая посвящена блогерам и тому, что мы предлагаем свое плечо консультационное, информационное, тематическое, сценарное, продакшен и так далее, и так далее, я хочу объявить конкурс на лучшего блогера лета 2017 года, который зарегистрирует, либо уже имеет свой канал на Ютубе, и который, в общем-то, выложит за эти три месяца летних, июнь, июль, август, до 1 сентября, выложит свои блоги, посвященные Крыму в той или иной степени. Это могут быть песни, это могут быть короткометражные фильмы, это могут быть документальные короткие фильмы, трех-пятиминутные, это могут быть просто личные блоги, связанные с тем, что вы здесь родились и выросли, что вы живете в каком-то городе. Вы представите Крым, а я условия конкурса объявлю дополнительно, мы сейчас ведем переговоры с нашими спонсорами, с людьми, которых тоже эта тема интересует. У нас будут разыгрываться призы, это видеокамеры, это монтажные системы, ноутбуки, все, что блогеру нужно, свет, звук, диктофоны, петли, то есть там будет определенный набор призов. У нас будет несколько номинаций, их будет больше трех, не первое, второе, третье место, а девочковый блог, мальчуковый блог, но имеется в виду в возрасте 15, 16, 17 лет. У нас будет туристическое направление, у нас будет музыкальное направление и так далее. Условия этого конкурса сейчас разрабатываются, я делаю такой предварительный анонс, но ко всем молодым людям, которые говорят и не лезут за словом в карманы, которых эта тема интересует, и они не знают, куда приложить руки, а при этом эта работа, она же все равно побочная, то есть где бы вы ни работали, официантом в ресторане, либо еще кем-то на лето, тем не менее вести блог вы можете, особенно если у вас есть, например, Android или Apple телефон. Там на самом деле это фактически готовая и монтажка, и камера, и звукозаписывающее устройство. По секрету скажу, что вам не нужно на первых порах покупать какие-то очень дорогие камеры или вкладываться в железо, вам достаточно иметь хороший Android, ну, средний Android, да, в нем можно скачать бесплатную монтажку, если иметь еще наушник со встроенным микрофоном, то вы можете записывать чистый звук, а камера встроенная, фронтальная или основная, она может записывать качественное Full HD видео, и вы можете записывать блоги с этой палкой для держания телефона или даже с рук, вы можете записывать хоть каждый день. Самое главное правило, что ваши блоги должны быть не менее трех раз в неделю, тогда нам будет проще их раскачать и довести до определенного уровня смотребельности, чтобы у вас аудитория прибавлялась за это лето хорошо. Вам нужно с нами списаться, а я в одном из эфиров информационной войны, после того, как мы завершим подготовительное мероприятие с нашими спонсорами и с людьми, которые будут поддерживать наш проект, я объявлю о призах, о датах, о сроках. Но такую работу, мне кажется, необходимо проводить, потому что без нашей стимуляции, без нашего помощи, наши дети сами до многих вещей не додумаются, они все равно будут делать либо по аналогии, как это делают американские агентства, которые курируют наших топовых блогеров, и при этом там будут закладочки далеко не наши, либо они не смогут вырасти до определенного уровня телесмотрения, которые в данном случае тоже важная часть работы. Ведь если крымские блогеры, ютуберы смогут стать миллионниками в масштабе 2017 года до начала 2018, мы с вами получим очень влиятельных журналистов, как ни крути, очень влиятельных телевизионщиков, будущих телеведущих, будущих молодых политиков, то есть людей, которые имеют опыт управления социальными группами, которые состоялись как спикеры и ораторы, и которые могут влиять на информационную среду, особенно если будут находиться в горизонтальном договоре, при котором они и с нашей помощью вырастут, и мы сможем достичь наших целей и определенных результатов в информационной работе с населением. Вот сегодняшнюю тему я хотел посвятить ютуберам крымским, которых еще, ну как бы нет, но они уже есть, которых эта тема интересует, которые готовы этим заниматься. Большая просьба в комментариях под этим видео на сайте телерадиокомпании «Крым» оставьте свои координаты, давайте спишемся, свяжемся, поговорим по скайпу, если вы не в Симферополе. Если вы в Симферополе, давайте встретимся физически, поговорим, возможно, назначим какую-то офлайн-встречу, при которой люди, ну, мы встретимся, поговорим о железе, поговорим о основных направлениях работы, и попробуем толкнуть этот паровоз, который на сегодняшний день с современным технологическим укладом, когда подавляющее большинство молодежи сидит на ютубе или в гаджетах, или играет в игрушки, является ключевым. Телевидение потихонечку трансформируется, видоизменяется, и мы испытываем большой кадровый голод в спикерах в возрасте 15, 16, 17, 18 лет. Это большое направление работы, и приглашаю к нему подключиться всех желающих и заинтересованных лиц, причем не только саму молодежь, да, не только непосредственно вот мальчиков и девочек 16-17-летних, а прежде всего их родителей, у которых сердце болит, как оно сложится дальше жизни, которые могут смазать дорожку и поднаправить вот этот вид деятельности. Сегодня 19 июня 2017 года, понедельник. Наша программа занимается и стратегическими вопросами, мы толкуем новости, но вот это направление, которое я сегодня выделил, мне кажется, на сегодняшний день является краеугольным, потому что мы с вами говорим о молодом подрастающем поколении. Это те люди, которые в течение ближайших 10-15 лет приступят к управлению этой страной, и нам с вами надо потрудиться для того, чтобы все получилось ладно. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова